Субтитры создавал DimaTorzok Как получить вид на жительство Как получить политическое беженство Как переоформить визу И многие другие вопросы Вот у них второй офис рядом Вот вывеска Хочу сказать, что здесь работают вежливые и приятные люди Они дадут вам подробную консультацию Если нужно распечатывать необходимые документы Законы, положения, правила Но советую приходить сюда с переводчиком И хочу также дать вам совет Если у вас возникают какие-либо вопросы Связанные с иммиграцией Получение вида на жительство Да и вообще все вопросы Связанные с вашим пребыванием в Испании Не спешите обращаться к адвокатам Зайдите в этот отдел Я уверен, вам дадут подробную консультацию Как поступать в той или иной ситуации Итак, вы прилетели в Испанию У вас на руках туристическая виза И есть желание остаться в этой стране Что делать дальше? Начну с того, что я не советую делать Это прежде всего не сдаваться Как беженец на территории аэропорта Вот это я делать настоятельно не рекомендую И не важно, какие у вас на руках документы И какая легенда Дело в том, что ваши документы Не оформлены согласно процедуре И следовательно, никто вникать в их суть дела не будет И есть большой риск того, что вас отправят на родину Следующим самолетом Поэтому спокойно проходим паспортный контроль И выходим из аэропорта И едем по своему назначению Поэтому в аэропорту мы не сдаемся По откликам тех людей Которые проходили интервью в эстронхерии То они рассказывают Что отношения к ним Очень довольно-таки дружелюбные И никаких там допросов с пристрастием Все это глупости, ничего этого нет Напротив, если документы подготовлены профессионально В них освещены все необходимые вопросы Которые интересуют иммиграционного офицера То отношение будет очень формальное к процессу Скорее всего, просто положат перед собой Ваше подготовленное заявление Просто перепишут оттуда на бланке Все интересующие вопросы Вы распишетесь И на этом ваше интервью будет закончено То есть, все это происходит в очень такой спокойной И доброжелательной атмосфере Никаких там провокационных вопросов, тестов Ничего этого нет Второй этап Это подготовительный Необходимо написать заявление И отнести его в эстронхерию Эстронхерия это отдел, который занимается Вопросами получения разных статусов Иммиграционных В этом заявлении необходимо указать причину И основания, по которым вы претендуете на получение этого статуса Опять же, я не советую вам делать это самостоятельно Потому что примеры показывают, что дилетантское отношение к этому вопросу Влечет за собой просто отказ в рассмотрении документов Это вопрос важный Поэтому, что делать? Я рекомендую обратиться либо к адвокату Либо иммиграционному консультанту Который напишет вам это заявление правильно Со ссылкой на ваши документы Если денег жалко Или у вас нет такого специалиста Можно обратиться в какую-нибудь благотворительную организацию Например, СИАР, Красный Крест, АКНУР и другие Они совершенно бесплатно вам окажут юридическую консультацию Дадут адвоката, который напишет такое письмо Заявление, приложит список документов, которые вы предоставляете А также поможет вам в организации этой СИТы СИТа это интервью Ну, что сказать Документы ваши будут рассмотрены весьма поверхностно Но процедура соблюдения подачи документов на эту СИТу Будет сделана на высоком уровне Поэтому второй этап Это получение СИТы Получение даты Когда будут подробно рассматривать ваше дело Также я посоветовал бы Солиситантам обратиться в одну из благотворительных организаций Например, Красный Крест или СИАР Вот СИАР рекомендую Там вы можете рассказать свою историю И рассчитывать на различные консультации Юридического характера, финансового Если, например, вам негде жить То вам могут решить этот вопрос Если у вас есть дети То, скорее всего, вам предоставят какое-то общежитие Если ваши документы, как правило, соответствуют требованиям То вы можете рассчитывать на то, что вас могут поселить в центре для беженцев Вот один из центров Я рассказывал вам Есть в Куере Третий этап нашего вопроса Это подача самих документов Или так называемая сдача На этом этапе вам необходимо подготовить вашу легенду Подробно расписать ее Особое внимание уделите вашей доказательной базе Каким-либо документам Побеспокойте заранее, чтобы все это было переведено на испанский язык Профессиональным переводчиком С печатями Документы должны быть все апостелированы То есть документы заранее должны быть подготовлены Если вы работаете через адвоката какой-либо благотворительной организации То сразу хочу сказать Отношение к вашим документам будет весьма поверхностное Например, адвокат из Красного Креста Он даже не присутствует на вашей сдаче Что в принципе удивительно Но не хотят они Морочиться по этому вопросу Например, в Сиаре адвокат будет вас сопровождать Отношение полицейского Когда вы будете присутствовать на интервью Либо вы один Либо вы будете присутствовать с адвокатом Очень разное Поэтому, если вас будет сопровождать Испанский адвокат Или консультант Или представитель организации благотворительной То, поверьте мне Отношение к вам Будет уже достаточно серьезное И внимательное После прохождения интервью С эмиграционным офицером Происходит следующее У вас заберут ваш зарубежный паспорт Снимут отпечатки пальцев И взамен выдадут такую белую бумажечку О том, что вы находитесь на территории Испании легально И ваши документы Рассматриваются На предмет Подачи политического убежища Это, так сказать, местная процедура Через месяц Если ваши документы соответствуют требованиям Они будут отправлены в Мадрид На более высокий уровень А вам взамен этой белой бумажки Вы дадут красную тархету Тархета Это такое удостоверение личности Там будет ваша фотография Печать Будет подтвержден ваш статус Что вы находитесь на территории Испании Как лицо, которое запрашивает Политическое убежище Через полгода вам поставят штампик О том, что у вас будет разрешение на работу То есть, ваш статус нахождения в Испании Будет легальным Вы можете работать Учиться Получать образование Ходить на курсы Если вы обратились В какой-либо Центр помощи беженцам Например, СИАР Вот я все время рекламирую СИАР Тогда вы можете рассчитывать На многие бонусы Которые они предоставляют Что делать, если вам по каким-либо причинам Отказали на любом этапе Прежде всего, это не отчаиваться Необходимо понимать, что Отношение к процедуре Приема документов в разных эстронхериях Может быть, отличаться Поэтому, например, если вам отказали в Барселоне Поедете в другую провинцию Например, в Валенсии Кстати, Валенсия По отзывам Знающих людей Я говорю об адвокатах О специалистах своего дела Ну, а также о тех людях На личном опыте, которые проходили Эту процедуру Так вот, Валенсия является Одной из самых лояльных провинций По рассмотрению Документов По вопросу беженства По вопросу получения статуса Политического беженца Поэтому, если вам отказали в какой-либо провинции Не отчаивайтесь Езжайте в другую И подавайте документы Уже с учетом тех ошибок, которые вы сделали Сроки рассмотрения ваших документов В Испании довольно-таки продолжительные С момента подачи вашего заявления Рассчитывайте на месяца полтора, а то и два Когда у вас будет назначено сито основное интервью С момента подачи документов Уже основных Ваше дело будет рассматриваться Порядка полтора-два года Вот такие тут сроки Также хочу напомнить вам о том Что в Испании действует Такой закон по оседлости Это означает, что если человек прожил в Испании Три года И может это подтвердить То он рассчитывает Имеет право получить Вид на жительство по оседлости Следовательно, если вам Например, по какой-то причине Отказали в статусе Политического беженца Вы можете дождаться Трехлетнего срока И подать документы В ту же самую странхерию Уже по оседлости И пару слов о нелегалах Нелегал это человек, который В Испании находится нелегально То есть без документов Подтверждающего легальный статус Но это своя специфика испанская Делает нелегала очень даже легальным Например, легал может купить квартиру Или же снимать квартиру Вполне официально Например, получить прописку На основании прописки Он может встать на учет в поликлинике И получать бесплатное медицинское обслуживание Если есть дети То дети будут обязательно ходить в школу Если случится какая-то с вами беда То вы можете рассчитывать всегда на защиту полиции Нелегалов здесь в Испании не ловят Не штрафуют Никаких облав не устраивают Единственное ваше ограничение заключается в том Что вы не имеете права на работу Официальную Ну а неофициальную работу в Испании Всегда можно найти Если есть голова на плечах И руки растут из правильного места Напоминаю, что в Испании проживает Пять с половиной миллионов иностранцев Поэтому отношение здесь к иностранцам Очень даже лояльное и терпимое Если вы не нарушаете закон Не шумите Не воруете И не создаете проблем окружающим То ваша жизнь в статусе нелегала Будет очень даже вполне комфортной Я надеюсь осветил основные моменты этого вопроса Советую вам заходить на мой сайт Там есть много полезной информации Как получить вид на жительство в Испании Другие способы Все вопросы по недвижимости Я желаю всем успехов Подписывайтесь на мой канал Задавайте вопросы С вами был Михаил Афанасьев из Валенсии Всем удачи Пока Желаю всем удачи Подписывайтесь на мой канал Привет из Испании Подписывайтесь на мой канал